надеюсь у вас получается перемещаться по сцене уже все достаточно ловко вы даже возможно поэкспериментировали с теми объектами которые есть примере этого проекта но сейчас мы создадим новую сцену и создадим свои объекты на этой сцене и так мы для того чтобы создать новую сцену выбираем пункт меню файл и здесь первый подпункт new scene можно нажать комбинацию клавиш ctrl n те кто привык в принципе это стандартные комбинации клавиш ctrl n новая сцена открыть сцену ctrl о но мы научимся делать это немного быстрее и проще и сохранить сцену ctrl s если вы хотите сохранить сцену с другим именем то ctrl shift s или save s из пункта меню файл это основные пункты меню для работы со сценой и так нажимаем new scene ctrl n вот у нас теперь пустая абсолютно сцена на которой тем не менее есть два объекта вот такой вот солнышко это источник света и вот такой вот замечательный объект который называется main camera если камеры у нас нет то в окне game у нас ничего не будет вот допустим я сейчас могу удалить этот объект нажимаю на клавишу delete и теперь если я попытаюсь в окне game что-то увидеть написано что у нас нет камеры которая рендерит поэтому я нажму комбинацию клавиш ctrl z который отменяет предыдущие действия это стандартная комбинация клавиш которая работает во всех практические приложениях и так что нам нужно сделать для того чтобы на нашей сцене появились еще какие-то объекты все объекты которые у нас на сцене существуют они называются игровыми объектами или по-английски game object и у нас даже есть такой пункт меню game object давайте его и откроем и здесь у нас масса различных подпунктов первый раздел из которых как раз таки и позволяет нам создавать различные игровые объекты но давайте начнем с 3d объектов поскольку мы открыли проект 3d мы можем создать некоторые объекты так называемые примитивы и рекомендую поэкспериментировать вот тоже с первым разделом этих объектов о некоторых из них мы будем немного подробнее говорить в следующих уроках ну давайте создадим куб и на примере куба научимся работать с этими объектами как вы видите у нас сразу появился куб в окне иерархии теперь он нам более важен этот объект и мы его видим в этой самой иерархии мы разберемся что такое иерархия мы можем этот объект переименовать ну в данном случае это куб но допустим я хочу чтобы это был не куб а к примеру стена и и тогда я назову этот объект соответствующим образом по-английски желательно привыкнуть писать по английски вол в принципе в unity разрешается писать и по-русски но как правило если мы работаем серьезным проектом также как и в программировании рекомендуется писать все по-английски можно нажать enter либо можно просто кликнуть мышкой любом другом месте интерфейса и так у нас вот стена назовем это так что мы можем сделать с этим объектом понятно что мы можем его перемещать и вы видите что когда мы его создали у нас появилось три такие стрелки что означают эти стрелки как их отличает для новичков для тех кто знает немного возможно это будет смешно но тем не менее урок рассчитан на тех кто начинает самбо нуля и так эти стрелки так называемые гизма и они указывают нам на оси какая здесь ось какая здесь у нас три оси и как это принято в математике этой оси x y и z опять же как их отличить друг от друга в правом верхнем углу у нас есть подсказка где эти оси подписаны красного цвета у нас ось x синего ось z и зеленого ось y то есть y это у нас вертикальная ось а x и z это оси которые относятся к плоскости зажимая левую кнопочку мыши на любой из осей мы можем объект перемещать в том случае если у нас выбран инструмент move tool если мы допустим вы выбрали hand tool то соответственно мы ничего не можем делать поэтому следим за тем чтобы у нас был выбран инструмент move tool в принципе в unity есть возможность не кликать мышкой по вот этим кнопкам а использовать клавиатуру если я на клавиатуре нажму клавишу q то у меня будет выбрана кнопка hand tool далее w выбирается кнопка move tool дальше точно по клавиатуре не надо это запоминать просто опустите взгляд на клавиатуре посмотрите дальше у нас есть клавиша и или я нажимаем на нее и выделяется следующая кнопка дальше дальше и вот так мы все эти кнопки можем выделить последняя кнопка не нажимается потому что это создание какого-то кастомного инструмента и так мы можем нажать на w и у нас становится доступным инструмент move tool с помощью которого мы можем перемещать объект по сцене мы можем это делать не только по отдельным осям а также еще и зажимая левую кнопочку мыши внутри вот сейчас я увеличу чтобы было лучше видно внутри вот этого небольшого кубика таким образом мы сможем перемещать объект данной плоскости сейчас я перемещаю объект в плоскости пола xz если я зажму левую кнопочку мыши в плоскости x y соответственно я смогу его и поднимать опускать и смещать по оси x или по оси y одновременно по двум осям можете остановить видео поставить на паузу и попробовать это сделать либо если у вас получается делать параллельно с просмотром видео замечательно следующее что мы можем делать с объектом мы можем его давайте по порядку поворачивать у нас есть для этого ратает тут мы зажимаем либо кликаем левой кнопкой мыши по этой кнопки либо нажимаем на клавиатуре буквочку и и теперь у нас появляются такие окружности каждая из этих окружностей тоже соответствующего цвета смотрите есть синие есть красное и есть зеленое если мы зажмем левую кнопочку мыши по соответствующей на соответствующей окружности то мы будем поворачивать наш объект вокруг соответствующей оси вот допустим зеленая окружность у нас соответствует оси y которая смотрит вверх соответственно вокруг оси y мы сейчас и поворачиваем этот объект если я хочу повернуть вокруг оси z значит я зажимаю левую кнопку мыши на окружности синего цвета вот таким образом мы можем поворачивать наши объекты ну либо если мы в центре кликнули левой кнопочкой мыши то мы поворачиваем во всех направлениях если нам не принципиально на какой угол мы поворачиваем то в общем можно вот так вот развлекаться я сейчас отменю все свои вращения для того чтобы нам было легче ориентироваться нажимая control z unity очень и очень много запоминает шагов каждый буквально мелкий шаг поэтому иногда для того чтобы откатить приходится очень много нажимать вот я сейчас откатила совсем совсем назад теперь мне нужно вернуть ряду ряду кто не знает комбинация клавиш control y тоже если вы забыли эти клавиши они есть пункте меню edit undo и ряду нажимаю control y вот наш кубик появился продолжим с ним работать следующее что мы с ним можем делать это скейлить или масштабировать опять же мы можем левой кнопочкой мыши выбрать этот инструмент либо на клавиатуре нажать на клавишу r у нас появляются вместо стрелок такие кубики по осям чаще всего нам необходимо скейлить или масштабировать наш объект пропорционально то есть я хочу чтобы кубик остался кубиком соответственно мне необходимо зажать левую кнопочку мыши на сером кубике в центре и теперь я кубик просто увеличиваю целиком по всем осям если мне хочется чтобы он ими приобрел другую форму то я зажимаю левую кнопку мыши на соответствующей оси и допустим вот сейчас у меня из кубика получается постепенно стена вот таким вот образом попробуйте потренироваться с этим инструментом тоже очень здорово но и для полноты картины рассмотрим еще следующие два есть еще rect tool rect tool это инструмент который чаще всего используются в 2d режиме но и в 3d он тоже работает например я хочу изменить размер объекта в одном из направлений если вы заметили когда мы используем scale tool то у нас направление идет в обе стороны а я хочу в одну сторону поэтому выбираю rect tool и теперь на границе смотрите здесь появляется такая рыжеватая рамочка и точки и если я навожу мышку на край этого прямоугольника то я могу масштабировать в одном направлении то есть принципе можно использовать этот инструмент для масштабирования можно для перемещения вот я зажимаю в центре и перемещаю можно использовать также скейл вот в двух направлениях относительно вершины в принципе в 3d тоже можно его использовать но еще раз повторю это больше инструмент для работы с 2d объектами и наконец последний инструмент в котором совмещены все те которые мы рассматривали до этого этому вратает и скейл то есть все вместе некоторым это удобно я до сих пор еще к этому не привыкла то есть мы можем здесь увидеть и стрелки которые относятся к перемещению нашего объекта который работает точно так же как мы рассмотрели до этого и инструменты для вращения инструменты для масштабирования все в одном три в одном иногда возможно это удобно еще раз повторю я к этому не привыкла и итак мы поработали с основными инструментами преобразование нашего объекта вы можете поэкспериментировать создать еще какие-то объекты например вот я создала сферу и могу теперь ее тоже переместить но все-таки мне больше нравится по одному инструменты использовать поэтому это уже дело привычки и в окне иерархии как вы видите у нас эти объекты отображаются вот видите я делала анду и отменилась у меня даже название когда мы экспериментируем принципе имена можно оставлять такими какие есть но если у вас уже есть определенный сценарий если вы хотите сделать сцену которая состоит из конкретных объектов вашей локации то лучше сразу привыкнуть идентификаторы название объектов задавать соответствующие можно это сделать либо вот здесь в окне который называется инспектор мы о нем тоже поговорим а можно здесь аккуратненько кликнуть еще раз левой кнопочкой мыши и прямо здесь тоже отредактировать например я хочу вот здесь написать и нажать enter так тоже тоже можно иногда это даже быстрее ну либо есть еще правая кнопка мыши и ренеем для тех у кого не получается очень аккуратно кликать кнопочкой мыши и так мы с вами изучили основные возможности создания объектов давайте сцену сохраним она у нас создана и не сохранена почему я знаю что она не сохранена но во первых я помню что я и не сохраняла а во-вторых у нас пока вот когда мы только создали сцену есть такое временное название интайклит значит что у нас цена не имеет имени и есть значок звездочка ночев звездочка говорит о том что сцена не сохранена также эту же звездочку можно наблюдать заголовки окна unity тоже об этом нам сигнализирует собственно как и многие другие редакторы тоже такие же поддерживают возможности и так нам нужно сцену сохранить мы либо выбираем файл сейф или нажимаем на комбинацию клавиш control s теперь где мы сцену сохраняем это тоже очень важно как я и говорила в первой части когда мы создали первый проект есть файловая система нашего проекта и самая главная папка у нас папка assets и в этой папке мы все сохраняем ни в коем случае нельзя уходить вне этой папки например вот сюда обязательно в папке assets иначе у вас ничего не сохранить но допустим попробую здесь сохранить ввожу имя сцены например пишу сцен 1 нажимаю сохранить и мне unity говорит что вы должны сохранять все внутри папки assets поэтому я нажимаю ok перехожу в папку assets и уже здесь сохраняю но есть еще определенная структура проекта и мы взяли пример в котором уже есть какое-то количество папок если мы создадим пустой проект скоро мы это сделаем то у нас будет папка since единственная папка и надо привыкнуть все сцены сохранять в папке сцен и вообще другие объекты другой природы в соответствующих папках мы тоже будем это с вами изучать и так захочем заходим в папку since cn1 и нажимаем сохранить теперь мы можем в принципе в окошке project найти эту папку sense и к примеру вернуться к первой сцене которую мы рассматривали самом начале когда мы создали первый проект на основе шаблона я просто кликнула двойным кликом по сцене по иконке сцены могу кликнуть двойным кликом по нашей сцене и тут же откроется эта сцена или вы можно открыть сцену через пункт меню open sync но это не всегда удобно потому что здесь тоже нужно заходить в соответствующую папку нажимать выбирать сцену и нажимать открыть это дольше так двойным кликом это намного удобнее и так мы попутно с изучением работы с объектами с игровыми объектами называются они game object научились также сохранять сцену открывать сцену и запомнили надеюсь что все что мы сохраняем мы сохраняем в папке assets и лучше сразу научить себя сохранять все объекты например сцены в папке сцены попробуйте поэкспериментируйте попробуйте попробуйте на основе вот этих вот примитивов 3d object вот этого вот несколько количество даже можно вот взять вот только вот эти вот посмотреть как они выглядят что с ними можно сделать и можете соорудить какую-нибудь локацию а в следующих уроках мы научимся делать еще больше конечно же до новых встреч и желаю всем успехов подписывайтесь на канал следите за объявлениями и совершенствуйтесь unity подписывайтесь на канал следите за мной 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 след